Оказывается быть родителем целая наука и в этом убедились семьи из Осакаровки. Они стали участниками первой в регионе конференции на эту тему. У одних еще нет детей, у других минимум двое. Но информация, которая прозвучала от медицинских работников одинаково полезна для всех. В первую очередь родителям нужно запомнить и мама и папа несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка. И она регламентирована международными документами. Конвенция о правах ребенка. Вот эта конвенция, это международный юридический документ, который признает права человека в отношении детей от нуля до 18 лет. Много ошибок допускается во время ухода за детьми в первые месяцы его жизни. Любовь и внимание очень важны при формировании основных функций мозга. Для развития ребенка полезны речевые игры и периодическая смена обстановки. Основным показателем здоровья является физическое развитие. И физическое развитие нужно не рассматривать просто как прибавку массы и роста. Физическое развитие это на самом деле совершенствование ребенка, его продвижение к самостоятельности, когда он хочет достигнуть собственных целей каких-то, благодаря определенным навыкам и умениям. Каждая женщина получила вот такие брошюры и дневник самоконтроля. Из него она может узнать, какие физические нагрузки разрешены во время беременности, как правильно держать и вскармливать ребенка, какие прививки нужны новорожденному и от каких болезней. Значительную часть конференции посвятили болезням раннего возраста. До года дети болеть вообще ничем не должны. Но иногда все же заражаются различными вирусами. Родителям рассказали, как не допускать этого, какую профилактику нужно проводить и даже как правильно сбивать температуру тела. Большинство из нас пытаются сразу понизить ее. Используют сильнодействующие препараты. Но тогда возбудители инфекции только продолжат размножение. Существует целый список симптомов, по которым любой родитель может узнать о серьезной болезни ребенка. Это четыре признака опасности от нуля до двух, до пяти лет. Это значит, может ли ребенок пить или сосать грудь. Если рвота после каждого приема пищи или питья, имеются ли судороги, или ребенок литургичен или без сознания. Чтобы закрепить теорию для родителей, провели викторину, слушали и запоминали, наверное, внимательно. Потому что ответили на все вопросы. Самым активным символичные призы. Пока дочка находится в школе, я решила воспользоваться приглашением на семинар. Наша бабушка, она является медицинским работником, поэтому это мне все не ново. Но очень было интересно послушать. То есть медицина сейчас меняется, меняются какие-то лекарственные препараты. Конечно, мы не успеваем, может быть, в ногу со временем идти. Следующую конференцию медики хотят провести в мае. На ней они обещают рассказать родителям о пользе правильной вакцинации и о болезнях, которые можно победить при помощи прививок. Марк Брюшко, Сайран Акамбаев, Роман Копылов. Казахстан. Караганды. Марк Брюшко, Сайран Акамбаев.